Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Всем пламенный горячий привет. Александра Хайрулина, телерадиоканал Страна.ФМ. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в ФМ-диапазоне. Программа «Лучшее в стране». Я очень рада вам представить свою сегодняшнюю гость. У нас в гостях психолог, нумеролог Татьяна Голикова. Бурные овации. Всем здравствуйте. Добрый день. Очень рада тебе. Сразу скажу многим нашим зрителям и слушателям, Татьяна у нас не первый раз, а уже во второй. А почему? А именно потому, что мы сразу поняли, что это тот человек, встречи с которым необходимы, важны и всегда очень и очень интересны. Потому что если говорить о профессионализме Татьяны, то бесспорно, она одна из лучших в нашей стране, в своей области, в своей сфере. Сразу хочу проанонсировать очень важный, наверное, такой момент, что мы обязательно с вами сегодня попросим Таню рассказать о наступающем 2018 годе. Что нам ждать от него? Но прежде, наверное, немножечко, Танюш, попрошу тебя рассказать об уходящем 2017. Что сулили эти цифры и числа? И насколько они оправдали себя? Или, может быть, нам еще чего-то стоит ждать от оставшихся дней уходящего года? 2017 год был очень интересный год, кто действительно смог им воспользоваться, потому что ключевая цифра заключительная была единица. И, конечно, она сулила активность, действия, открытие, совершенно новое направление для себя. Ну, если говорить, конечно, о глобально-политических каких-то направлениях, экономических, конечно, это все-таки цифра борьбы и борьбы за лидерство. Поэтому, к сожалению, да, какие-то моменты были неприятные. То есть борьба была неминуема все-таки? Борьба была неминуема за лидерство, за доказательства. Поэтому, ну, честно скажу, 2018 год по секрету. Так. Если какие-то боевые действия или какие-то были проблемы или что-то и в стране, и в личном, и в бизнесе, 2018 год сможет все уладить, договориться и смягчить. Ох, как легло прямо сейчас. Поэтому многие конфликтные ситуации, которые могли возникать в 2017 году, он все-таки был импульсивный, потому что единица — это я, я на коне, хочу, не могу, сегодня и вот так, как я хочу. Поэтому, конечно, не всем было просто, особенно люди, которые, ну, не совсем лидеры по натуре, да, которые достаточно мягковаты, потому что год был хорош для лидеров, для сильных, смелых, активных. Не обязательно молодых, а вот именно таких активных, целеустремленных людей. Доказательство, прорыв такой. Поэтому следующий год, он уже будет гораздо мягче, гораздо деликатнее и дипломатичнее. Это так правильно со стороны Вселенной, потому что, ну, невозможно все время, да, там такое натуре, подрыве, стрессе жить. Как-то вот оно должно все вот так вот хотя бы сменять. Подъем, спуск немножко переждали, успокоились как-то потом опять, борьба, борьба и так далее. Это на самом деле закон, да, то есть для того, чтобы сначала что-то создать, нужен прорыв. Вот 2017 год, он был год прорыва. Да, возможно, он скрывал какие-то проблемы, да, возможно, он обнажал какие-то ситуации, но их надо было обнажать, их надо было прорывать. Единица, она еще не просто так в матрице людей, врачей, как хирургия. Нужно что-то обнажить, вскрыть для того, чтобы дальше это смогло быть. Да, любую идею, любое направление, его нужно вскрыть, его нужно вот актуализировать здесь, проявить. Только тогда будет действие, тогда будет результат. И вот результаты и более уже какие-то продолжительные моменты можно ждать дальше. Татьяна, что делать сейчас с тем людям, которые лидерами являются, ну, которые сейчас стали чесать голову и говорить, а мы не воспользовались, а что теперь делать? А дальше как? А что теперь год ждать или что? Нет, нет, на самом деле секрет в том, что 2018 год, он будет очень уникальный, потому что секрет, если мы складываем 2 плюс 0 плюс 1 плюс 8, будет цифра 11. И 11, она есть сама по себе в нумерологии, то есть мы ее не сворачиваем до двойки. Да, мы берем и 11, и 2. И здесь получается очень год, когда можно и лидером уже выживать, и более мягким. То есть если вы не успели что-то создать, именно проявить себя, именно смело и активно, 2018 год позволит это вам дальше делать, потому что там 2 единицы будет. Называется «Есть ли второй шанс?» Есть! Причем такой с двойной нагрузкой, с требованием, называется «Давайте еще быстрее». Да, но если вы уже действительно что-то начали, стартап у вас случился, либо качественные изменения, тогда вы уже можете выходить на уровень договора с партнерами, как в личном, в финансовом плане. То есть, пожалуйста, ну знаете, как год, он богат на то, что ты можешь и так, а можешь и так. Можно так делать, да, потому что в 2017 можно было только быть активным, только смелым и только импульсивным. Вот 2018 год дает шанс уже гораздо больше. Что делать до конца этого года? Вот подумайте, поанализируйте. Год был богат на какие-то очень благородные идеи, на действительно результативные. Возможно, вам какие-то идеи приходили, возможно, друзья вам что-то говорили, вот бы тебе этим заняться или то, или поменяй. Проанализируйтесь, прослушайте, потому что шанс есть всегда даже в последний день. Запрыгнуть в вагон, в вагон последний, да. Действительно что-то изменить, хотя бы предпринять шаг. Потому что будет... Маленький кирпичик прям положить в основу. Да, кирпичик, идею записать, кому-то позвонить, что-то сделать. Потому что 2018 год позволит вам все равно дальше раскачать это. Очень часто в 2017 году очень многие, то есть тренинг центра, бизнес, направление, личностный рост, там, да, предпринимателей, обучение вышло вообще на новый уровень. Я смотрю, бизнес-форум у нас появился, да, у нас там Майк Тайсон первый раз приехал, там выступления были шикарные. Потому что 2017-е, он собирает лидеров, он собирает эти механизмы, инструменты для того, чтобы научить людей, показать. Поэтому это был определенный год прорыва. И если вы хотели заниматься именно тем, чтобы развить в себе лидерские качества, узнать, что такое быть лидером и как вообще создавать идеи, воплощать, доводить до результата, это как раз был вот этот год шанс. Продолжайте в том же духе, потому что 2018 год будет давать возможность продолжать в том же духе и будет еще в удвоенной силе. То есть таких мероприятий мирового уровня будет еще в два раза больше. Слушайте, прекрасные слова. Танюш, предлагаю нам прерваться совсем ненадолго. Друзья, у нас сегодня в гостях психолог-номеролог Татьяна Голикова. Лучшая в своей сфере, в нашей стране, это я могу сказать точно. Никуда не девайтесь, пожалуйста. Ненадолго уступим эфир Артуру Пирожкову и после чего продолжим общаться. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Продолжается программа «Лучшее в стране». Друзья, у нас сегодня в гостях психолог-номеролог Татьяна Голикова. Татьяна нам рассказала о том, каким же был и есть еще пока уходящий 2017 год. Немножечко рассказала о наступающем годе. Кто пропустил вдруг силу разных фотопричин, все в порядке. Будет еще лучше. Лучше гораздо в разы. Но подробный прогноз на наступающий год, я вам обещаю, он в нашем эфире обязательно прозвучит, но чуточку позже. Сейчас же мне хочется поговорить с Татьяной о тоже очень важных вещах в жизни каждого человека. Я знаю точно, Татьяна, ты занимаешься и помогаешь выбрать предназначение человека, профессию определить его. И, конечно, разобраться в личной жизни. И даже помогаешь добиться успеха человека. То есть здесь и психология работает, и та же нумерология, и еще очень много знаний, которыми ты обладаешь. Ну, скажи, пожалуйста, правильно я понимаю, что все-таки самый главный фундамент – это предназначение человека, на который потом как раз все наши успехи или неуспехи и нанизываются? Очень актуальная тема, очень актуальный вопрос – это те консультации, которые я провожу практически каждый день. Потому что с каким бы вопросом человек ни обращался, с самочувствием или с личным, или с работой, с деньгами, Успех действительно на 100% зависит от того, насколько ты в своей нише, в своем предназначении, насколько ты делаешь то, что ты действительно должен быть. И да, уникальность в том, что именно по дате рождения всего лишь по этому цифровому коду, то есть факт вашего рождения, заявляет сразу ваши таланты, вашу нишу реализации. Врач ли вы, психолог ли вы, политик ли вы, няня ли вы, артист ли вы, музыкант, пекарь – это действительно уникальность того, что вы можете это видеть, это нужно знать. Это вообще те уникальные знания, которые хорошо бы знать родителям. Родители об этом знают, у них родился ребенок, и у них есть точная инструкция. И они его направляют сразу в нужное место. Они его направляют, они знают сразу, в какие кружки отдавать, что развивает, насколько есть расположенность к спорту или нет. Честно скажу, рассчитать матрицу олимпийского чемпиона можно. На кого сделать ставки, действительно, к какому спорту предрасположен. И расположен ли вообще для того, чтобы завоевать олимпийские медали. Потому что это же дано не всем. Поэтому, конечно, это важно. Это то, что человек живет в этом на самом деле 24 часа в сутки. Он думает, на правильном ли он месте, как ему в этом месте заработать денег, как добиться успеха и почему у него или получается, или не получается. И, наверное, когда ты понимаешь точно, что на работу тебе совсем не хочется идти, и у тебя даже поэтому появляются и болезни, и какие-то депрессии, это, наверное, первый признак того, что ты точно занимаешься не своим делом, да? Совершенно с вами согласна. Это очень большой признак. Если вы болеете без конца, если у вас депрессия, хандра, вы же начинаете раздражаться на родных и близких, срываетесь на любимых, на родителей. Вам не хочется выходить в свет, не хотите заниматься своим хобби, потому что вы не там, да? То есть человеку очень важно чувствовать себя нужным. Ему важно понимать, что его дело, оно вообще для кого-то важно. Какую-то пользу приносит. И опять же, человеку важен рост, развитие, потому что когда он в своей сфере, самый первый признак, есть ли развитие у вас или нет, вы становитесь востребованно вопреки всему. Вам предлагают повышение, вам предлагают деньги, вам предлагают партнерство, вам вообще предлагают люди выходить в свет и общаться. Это самый первый показатель, там вы или нет. Если вы, как серая мышь, не можете никак развиться, или что-то, очень большой вопрос, в своей ли вы специализации. Потому что в нас заложена у всех уникальность того, что вы должны быть уникальным специалистом, о котором должны знать люди, к которым они должны обращаться. То есть только так понятно, реализованы вы или нет. Поэтому кто-то становится знаменитым врачом, а кто-то, к сожалению, нет. Вот если нас сейчас слушают и смотрят, а есть такие 100%, ну, скажем, люди, может быть, пусть даже за 30, за 40, а кто-то, может быть, и за 50, которые говорят, ну, а что теперь уже поздно? Я вот уже там 30 лет тружусь там-то и там-то. Что мне это теперь делать, скажете? Татьяна. Только вчера эту тему обсуждала со своим знакомым, мужчиной, который говорил, мне 35 лет, а ты мне предлагаешь поменять профессию. На что я сказала, а Рональд Макдональд в 50 лет. На секундочку, конечно. Да, и никогда не поздно, поверьте мне, ни в 70, ни в 80, ни в 50. Здесь только один вопрос. Вы хотите жить или нет? Вы хотите быть счастливым или нет? Радоваться каждому. Здоровым или нет? Потому что когда уходит стресс, уходят переживания, у вас появляется жажда жизни, смысл, поверьте, вы и вылечите свои заболевания, и тонус организма повысится, повышается всё. Никогда не поздно. И человек, поверьте мне, тот, который в своей нише, он никогда не задаёт вопрос, там ли я или нет. Но, как правило, приходят те, которые либо не в своей нише, либо в своей, но до сих пор не уверены, оно ли это. Потому что те, которые уверены, знают 100%, им некогда. У них вопросы другие нет, они приходят. Но только про то, как улучшить, как развить, куда денег вложить, или там удачно ли я выйду сейчас замуж, или женюсь. И совершенно другого качества вопроса. Никогда не поздно. Я призываю сразу от рождения ребёнка и до вашего любого состояния изучайте себя, узнавайте себя. Особенно про то, кто вы. Татьяна, если вот про пример конкретно говорить, о котором ты упомянула ранее, вчера, молодому человеку, кто дал совет, ну если можно, мы же не будем называть имени, чем он сегодня занимается и чем ему надо, к чему у него как раз-таки расположение. Молодой человек занимался очень долго в сфере автобизнеса. И около 30 лет, когда ему наступило, даже побольше, судьба свела его с тем, что он вдруг начал свою карьеру, как ты его потянул в авиацию. Ух ты. И, конечно, и окружающие все говорят, ну как же так? Как это может происходить? И тогда, конечно, задаёт молодой человек вопрос, ну как так? А вдруг, да, а вдруг оно как-то не смешно? И в его матрице действительно есть цифры, которые указывают на то, что у него прекрасная есть расположенность работать к полётам, к авиационной сфере, к космической сфере, к звёздам у него есть с 17-го рождённого. То есть даже если мы сбиваемся с пути, да, с пути предназначения, что-то в нас всё равно говорит, либо у кого-то интуиция, какие-то знаки подаются, кто-то находится без близких, которые говорят, давай так. Да. Про что я и говорю, чем был хорош ещё 2017 год? 2018 будет продолжать. Люди, события, вас всё будет выталкивать. Начни всё сначала, единица. Даже если ты что-то делаешь не так, стартани, идеи будут приходить, ощущения, люди будут говорить, вы статьи будете неожиданно читать. Если всё это вокруг вас происходит, вас выталкивает всё. Выйди на свой путь. Ты нужен там, ты будешь там реализован, ты будешь, ну, как бы, нужен людям. Потому что, когда мы себя чувствуем хорошо, мы выдаём правильные вибрации на всех. Потому что мы в любом случае несём ответственность за то, правильно мы реализуемся или нет. А вдруг вы талантливый врач, а не реализованный, не можете спасти людей. А вдруг вы великолепный педагог и много детей, которым вас не хватает. Вдруг вы ещё там, да, талантливый писатель, который ещё не создал какое-то гениальное своё произведение. Страшно, даже страшно становится. Но это прекрасно, что есть всё равно шанс в любой момент всё-таки вырулить на правильную дорогу. Есть, абсолютно есть. Друзья, оставайтесь с нами. Совсем ненадолго мы прерываемся. Программа «Лучшее в стране». У нас сегодня в гостях психолог, нумеролог Татьяна Горикова. Мы продолжим наше общение. «Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна.ФМ». Программа «Лучшее в стране». У нас сегодня в гостях один из самых лучших нумерологов в России, Татьяна Горикова. Ещё и психолог замечательный. Друзья, продолжаем наш разговор с Татьяной, которая, между прочим, уже давно и успешно консультирует не только россиян, жители нашей страны, но и уже консультирует, то есть слава Татьяны пошла уже и за пределы. Очевидно, конечно, Татьяна, как знаешь, человек посмотрел тоже 2017, что в сулит, что нужно делать, и всё сложилось правильно. Вот буквально недавно была поездка в Испанию, Татьяна, правильно понимаем, по твоим соцсетям, в Инстаграм, в том числе, консультации и бизнесменов, в том числе и испанских. Скажи, пожалуйста, ну, наверное, в Испании же тоже есть свои нумерологи и психологи? На самом деле у нас Россия гораздо богаче на специальности. университетов разного профиля, как астрологов, нумерологов. Европа и в Германии я бываю, тренинги веду и есть консультация. В Испании вот сейчас, да. И на самом деле не так это развито. То есть когда я была в Италии и общалась тоже с одними людьми, проводила консультации, они говорят, зачем вообще нужна психология? У нас есть друзья, мы пошли, поговорили, у нас все... Да-да-да, все поплакали, в жилетку и все в порядке. Да, поплакали, в жилетку, все в порядке. На самом деле востребованность, желание, знание, консультация огромная, но действительно я не могу сказать, что хватает специалистов. Почему-то Россия на это более богата. Поэтому я смотрю, что очень много привозят, допустим, также в Германии, очень много привозят с Россией специалистов, да, и местных, или там с Европы, их прям минимальное количество. То ли к этому относятся по-другому, то ли... Я не могу сказать, что нет талантливых у них людей. Ну, может быть, это и хорошо даже, Танюш, я вот сейчас подумала. А вот российских специалистов любят везде, честно. А мы должны знать больше, глубже, и знать, как надо, и как правильно, и как добиться успеха по... Ну, и скажи, пожалуйста, как вот испанцы, что они хоть серьезно относятся к информации, которую ты рассказываешь? На самом деле очень серьезно. Если даже сначала там, возможно, как-то скептически, буквально через 2-3 минуты все относятся ко всему серьезно. Просто я думаю, когда ты начинаешь говорить про них же, те вещи, о которых, понятно, человек посторонний не мог знать и не мог сказать сходу, это действует, конечно. Конечно, действует. И очень важно... Во-первых, все хотят все равно узнать, правильно ли они выбрали свою деятельность или нет. Во-вторых, конечно, у всех есть вопросы... Извини, пожалуйста, нейрохирург-то на своем месте находится? Он очень на своем месте. О, ты салубок. Хорошо. Это доказательство того всего лишь, что он очень известный нейрохирург. Это человек, который без конца ездит на конференции, у которого очень уникальные технологии. Ну, я считаю, этот талант – это дар. Вот есть такой Ким, работает в Тикноне, мини-реклама. Ну, это неважно, да? То есть, если кому-то нужно, можете обратиться. Это есть вообще матрица людей, которые вот имеют дар. Не то, что даже способность к торчеванию, а дар. Поэтому он оперирующий хирург, да? Поэтому у него есть инновационные методы, технологии. И в этот раз мы как раз проговорили про то, что человек уже несколько лет никак не решится запатентовать свою технологию. И когда мы про это проговорили, он говорит, ну, что же важно мне сделать? Я говорю, как что? Уникальность. 2017 год – это идея, это реализация. Плюс она у вас лежит, плюс вы талант. Это вы дар должны людям дать, да? Для того, чтобы на этой технологии работали многие врачи. На что он с выдушевлением сказал, «Ну, наконец-то!» Всё, завтра же. То есть это очень важные моменты, да? И вопросы есть у всех, и относятся серьёзно люди с любых профессий. Для меня это, конечно, всё равно определённые точки роста, потому что, ну, когда ты видишь реакцию этих людей, когда ты видишь, что ты можешь… Их дальнейшие и ещё большие успехи. Успехи, и когда ты видишь, что как ты можешь через них ещё повлиять и на огромный пласт людей, которые их окружают, да? Просто правильно повлиять. Это, конечно, очень достойно. Поэтому, повторяюсь, понимание того правильного в месте говорит о вашем успехе. Вот что важно. Этот человек очень успешен в своём направлении. Дальше вопросы только так, как делать правильно, развиваться, да, чтобы вот на всё хватило энергии, на всё хватило сил. Поэтому поверьте мне, когда вы будете знать, что вы в своём русле, через какое-то время у вас просто не будет хватать времени, так как будете заняты на сто процентов. Очень любопытно, Татьяна вот у себя в социальных сетях, в Инстаграм в том числе, иногда разбирает как раз предназначение известных людей. Там есть и артисты, и просто там медийные какие-то персоны. И, между прочим, даже нашла у тебя как-то о Владимир Владимировичу Путину, о нашем президенте. Значит, предназначение вывести всех на чистую воду. Глубокий анализатор, исследователь обладает великим терпением, выдержкой. Очень интересная здесь информация. Татьяна, ну, наверное, вкратце попрошу тебя рассказать, ну, скажи, Владимир Владимирович, давай возьмём самый такой известный всем пример в нашей стране, наверное. Человек на своём месте. Я думаю, что здесь как раз тоже доказательство того, кто на своём месте. Да, мы всё видим по результатам. Не будем вникать совсем уж в политические какие-то разборы. Мы скажем только об одном, да, что сколько лет он находится, каких результатов, да, насколько известна слава популярность у этого человека. Причём, как интересно, профессия разведчик, офицер спецназа, чиновник высокого ранга, военачальник, ну и так далее и тому подобное. Всё только вот такое мужественное, очень значимое. А что даёт самое главное его матрица? Вот перечисленные эти все навыки, разведчик, офицер, там, да, то есть вот эти военные, они даёт безэмоциональность. Это то, что действительно в нём есть. Да, конечно, когда ему дарят щенков, он мило улыбается, но именно для политика, для бизнесмена, для управленца у него есть лучшее качество. Он умеет проанализировать самостоятельно и выдать своё мнение. Плюс он может убрать лишние эмоции. А сверхъестественные способности? Здесь эти... Это прекрасная интуиция. Я считаю, что мужчины, обладающие такой действительной интуицией, они могут делать правильные шаги. Поэтому он делает много правильных шагов. Ну, я думаю, что те, кто следят за политикой, они тоже это видят, что... Конечно. ...исключительно порой на интуиции. Ну, конечно. У него есть и определённая интуиция, у него есть определённые знания внутренние, как у него есть расположенность к тому, чтобы действительно управлять большим количеством людей, но при этом оставаясь в каком-то своём мнении. То есть он может и выслушать, но принять на себя ответственность, выдать именно какой-то уже действительно шаг. Да, то есть чем отличает людей вот такого масштаба от простых? От возможности взять на себя огромную ответственность. Он это может делать и доказывать. Да, могут далеко это не все. Да. Друзья, продолжим общаться. Сейчас у нас небольшая музыкальная пауза, но очень хорошая. Ненадолго, три минуты, после чего продолжим общаться. Будет интересно. Лучшее в стране. Программа «Лучшее в стране» у нас сегодня в гостях Татьяна Голикова, нумеролог, психолог. Мы говорим, друзья, про, конечно, числа и цифры, которые очень влияют на нашу жизнь, на наше здоровье, на наше счастье, на нашу радость, успех и так далее и тому подобное. И, Татьяна, правда ли, что уже на сегодняшний день даже номера на автомобиле, в общем-то, стараются получать исключительно проконсультировавшись с тобой? Номера на автомобиле, номера телефонов, дата регистрации компаний, название сайтов. Да, люди, ну, сейчас же это все равно, все читают статьи, понимают, что вот лучше лишний раз перепроверить. Ну вот, подожди, автомобиль, возьмем его, к примеру, да? И какие-то там не очень нехорошие сочетания, не знаю, вибрации, да, у этих цифр. Это говорит о чем? Что будет очень много аварийных ситуаций каких-то, да? Здесь, конечно, самое главное, не просто брать номер автомобиля, а знать матрицу человека. А все это еще совмещать? Да, это нужно совмещать, потому что сам по себе номер, он, ну, номер и номер называется. Может, хорошо, плохо. А вот как он в связке именно со владельцем будет, даже некоторые смотрят, допустим, покупают семейный автомобиль, кто-то понимает, что он будет ездить в основном один там, да, по работе, а кто-то говорит, а можно ли мне подобрать номер на дальние путешествия, дальние расстояния еще и с семьей. Да, то я буду садиться нормально, а супруг, предположим, сядет и обязательно что-нибудь. Поэтому можно ли подобрать цифры безопасности? Можно. Поэтому я здесь даже спрашиваю, кто вы, как вы, как примерно планируется проводить время за рулем. Ну, то есть обязательно вопросы. Зная матрицу человека, номер важно. А номер мобильного телефона как может влиять на нашу жизнь? Номер мобильного телефона, мы же без конца по нему разговариваем. Ну да, и отвечаем. Переписываемся. У нас бизнес сейчас вообще практически онлайн. Мы на нем 24 часа в сутки, но не 24. Ну, примерно столько, да. В всех приложениях мы постоянно в контакте, да, то есть с номером телефона мы еще в большем контакте, чем с номером автомобиля. Поэтому, конечно, здесь тоже очень хорошо. Я всегда спрашиваю, для чего? Чем вы занимаетесь? Да, то есть тоже можно подобрать. Ну, в общем, да, если ты только звонишь маме, а там и подружки, то это, наверное, одна история. А если действительно у тебя весь бизнес, вся работа... Действительно можно под бизнес подобрать, действительно можно хотя бы для комфортного своего существования. Потому что иногда бывает, ну, вдруг, вот не знаю, некоторые, вот хочу поменять номер телефона, и все, не знаю почему. И мы исследуем, говорю, давай посчитаем, почему. А вибрации не совпадают, допустим, вот совсем номер телефона в минус человека, в эмоциональность вводит, в депрессию в какую-то. Он говорит, не знаю, вот поменяйте мне, не могу. А некоторые годами ходят со своим номером телефона, любят его, тарифы переводят. Говорят, не могу, прям сроднился, так хорошо. А начинаешь высчитывать, действительно, очень хороший цифровой ряд, который подходит. Но действительно можно по номеру телефона, я говорю, это даже больше акцент сделать номер телефона, чем номер автомобиля. Так как деловые контакты там, дружеские там, любовные контакты там, всё там. Поэтому хотите, конечно, подбирайте номер телефона, хотя бы примерно, чтобы он вам подходил. Потому что очень много мы. Мы постоянно в кармане его носим, мы постоянно в руках держим. Люди не вынимают. Даже разговаривая лично с тобой, параллельно происходит жизнь какая-то здесь. Поэтому, да, это такая большая активизация цифр. Мы набираем там цифры, да, то есть, ну, цифровая активизация в телефоне большая. Да, в общем, есть над чем подумать и задуматься. Ну, слава богу, есть к кому обратиться, Татьяна. Это самое главное, наверное, в этой ситуации. Я очень хочу поговорить с тобой ещё, конечно, о важной и значимой теме. И я уверена, что ты сейчас скажешь, что тоже большинство вопросов, с которыми тебя обращаются, касаются именно личной жизни. Да. Пара стоит, не стоит, подходит, не подходит, или вообще кто-то одинок, и, конечно, приходит наверняка с вопросом, выйду ли я заломыша, вдруг или женюсь, что-то у меня не так в моих цифрах, числах, подскажите, пожалуйста. Ну, так ведь, да, Танюш? Что в нумерологии видно вообще? Здесь видно самый главный момент, который я люблю. И говорю, вот на паре не очень хорошо заниматься прогностикой, а лучше бы разобраться в диагностике. На моём, слава богу, пути много пар, которых я уже спасла. Но не потому, что я спасла. Я говорю только одно. Давайте так. Я вам расскажу, какая ты, какой он, и вы поймёте, как друг с другом взаимодействовать. Да, да, конечно, правда. Потому что очень часто люди ожидают того, что от человека ожидать невозможно. Я хочу, чтобы были комплименты, я хочу, чтобы были цветы. А он работает целыми сутками, ему некогда. А это его язык выражения, он так тебя любит. Да, он же зарабатывает деньги, заботится о тебе. Но тогда я и паре, и мужчине говорю, что вот ей важно это. Потому что, допустим, действительно по матрице видно, что это человек, которому важны комплименты, эмоциональный ряд. И, как правило, я всегда советую паре консультироваться вместе. Да, для того, чтобы действительно им донести, рассказать. Чтобы ушли обиды, злость, раздражение. Потому что, честно скажу, практически нет несовместимых пар. Все совместимы. Потому что мы смотрим, ну, люди живут по 30-40 лет. Ты считаешь по цифрам, вроде не очень совместимы, но они же живут и говорят, нам нормально. И потом я поняла, что все прилаживаются, все просто за года наконец-то уже принимают человека такой, какой он есть, потому что он всё равно будет такой. И уже подлаживаются к этому. Поэтому паре на стадии, в начале отношений, очень важно, знаете, как инструкцию, понимать. Качества такие, талант такой. Будет храпеть, не будет. Будет приносить зарплату, не будет. То есть это тоже в демерологии есть? Это большинство вопросов видно. Жадный, нежадный. Склонен к эмоциональности, к комплиментам. Либо наоборот будет работяг, либо молчаливый будет, но при этом будет преданный. Прям видно очень. Тогда вы начинаете по-другому относиться к человеку. А когда ты уже, скажем так, связал с себя узами брак, прожил жизнь и потом отправляешься к нумерологу, человек, который всё тебе рассказывает, это одна история и совсем другая, когда люди только собираются жить совместно, отправятся в ЗАГС и идут к специалисту, которые говорят, слушайте, ну вы вообще левые друг к другу люди, не надо. У тебя была такая практика? Ещё раз говорю, если люди соединились, значит, не нам это решать. Но то-то, то-то, то-то. Поэтому задача нумеролога не сказать, подходишь, не подходишь. А задача нумеролога или специалиста такого, как я, рассказать про настоящесть этого человека. Потому что когда мы в начале отношений, на самом деле мы его не знаем, это правда. Ну конечно, там ещё химия. Все показывают лучшие качества, розовые очки, всё в розовом цвете. И потом только, через год, через два, когда, да, всё это проявляется. Поэтому здесь задача донести это сразу, сказать, что вы к этому придёте, и насколько ты сможешь с этим быть. Да, и человек говорит, нет, это совсем мне неприемлемо. Проходят розовые очки, они всё равно к этому придут. Поэтому здесь задача, есть, да, действительно пара, которые, ну, они прям как друзья. Есть пара друзья, есть пара не друзья. Потому что в браке потом приходится не только любить, но и дружить. Браки компаньона, когда и бизнес выстраивать, и бюджет делить, и вообще вместе отдыхать. То есть, конечно, душевные качества, какие-то привычки, какие-то хобби, увлечения, хорошо, когда они есть. Это сразу видно, будет ли это или нет. Но опять же, если вы разные, можно просчитать и просмотреть, всё равно ваши механизмы взаимодействия, точки вашего соприкосновения, которые, допустим, приходят в ссоре, да, вот мы не знаем, вот нас тянет друг к другу. Упёрлись. Да, ну что такое. Можно посмотреть, во что упёрлись. И когда ты просто рассказываешь, вот во что ты упёрся, вот прям правда, без прикрас, люди прямо успокаиваются, говорят, ой, ну это же правда так, спасибо. Да, потому что психология — это психология, но как навыки там, вот вам нужно именно так делать, а вам нужно именно так. Инструкция по применению. Нужно делать так, как из какой части сам человек. Вообще заложено ли в нём именно проявление так себя. Поэтому у каждой половины важно знать, какой... Какая твоя половина. И какой вообще механизм, что ты правда можешь с ним делать. Честно говоря, результаты только одни. Уходят обиды, уходят неоправданные ожидания, уходят раздражения, и вы тогда спокойно делаете вообще выбор — жить, не жить, разводиться, не разводиться, рожать от него детей, не рожать. Взвешиваешь свои силы, надолго ли тебя хватит. Моя задача — успокоить, рассказать, донести правильную информацию, и тогда уже человек сам действительно в спокойном состоянии ответственность может это взять на себя и сказать, да, вот так я понимаю, это правда про это. Вот только недавно у меня вот так пара опять сошлась, с чему я безумно счастлива. Невозможно сказать, что они идеально подходят по матрице, но она смогла просто принять, что он такой. Она сказала, да, я топала ногами, ожидала от него другое, но оказывается он такой, и он правда меня любит. То есть просто пересмотрел человек и сказал, да, ну вот... И сохранилась семья. Сохранилась семья. Для меня это великое счастье, потому что, честно скажу, я всегда за сохранение. Если есть что сохранить, потому что если встретились люди, ну, значит, ну, не нам это решать. Для чего-то нужно. Для чего-то нужно. Прервемся ненадолго, Тонюш. После чего продолжим общаться. У нас остается еще немножко времени для прогноза на наступающий 2018 год. Будьте с нами. Друзья, это программа «Лучшая в стране». У нас сегодня в гостях психолог, нумеролог Татьяна Голикова. И вот, наконец, обещанный прогноз на наступающий 2018 год. Возьмите ручки, карандаши, записывайте, запоминайте. Включайте на запись, не знаю, ваши гаджеты, телевизоры. Танечка, мы слушаем внимательно. Что нам ждать от нового года? Как я уже говорила, 2018 год – это все-таки продолжение работы с единицами. Поэтому, если мы говорим про карьеру, про финансы, пожалуйста, будьте активными. Неважно, какая у вас дата рождения, день, общий динамик этого года будет прям помогать вам для того, чтобы вы идеи реализовали. По карьере принимайте шаги, идите на повышение, ставьте цели, на тренинги ходите, да, либо самообучением занимайтесь. То есть, действительно, делайте все для того, чтобы продвинуться, для того, чтобы идеи воплотить. Здесь вопрос про то, что могу ли я свой бизнес открывать или не могу. Здесь можно и так, и так, да, потому что и две единицы, и двойка. Если вы совсем не чувствуете в себе таланта, да, руководителя, пожалуйста, вы можете работать в коллективе. Но если все-таки вы хотите в финансах продвинуться, у вас есть реальный шанс на 2018 для старта вашего бизнеса. Если мы говорим про личную жизнь, то здесь, конечно, такой двоякий момент. С одной стороны, вы действительно можете начать новые отношения, но если все-таки мы говорим про планирование прям свадьбы или чего-то, все-таки нужно подумать, да, то есть насколько там вы готовы скрепить свои отношения, насколько вы готовы серьезно. Потому что 2018 в личном плане будет год проверок, год эмоциональности. Вот самый секрет в том, что старайтесь убрать эмоции, потому что двойка будет у вас, конечно, спокойнее. Если прям совсем на эмоциях вы приняли решение пожениться, съехаться или еще что-то, вот сначала подумайте, успокойтесь, переспите с этой мыслью идеи. Если с утра вас не разберутся, еще раз переспите потом, еще раз переспите с этой мысль. Если действительно вы уже чувствуете, что вот вы именно чувствуете, потому что и единица, и двойка, особенно двойка, это прочувствование. Вам должно быть настолько комфортно рядом, вы должны вот как река, вот прям слиться воедино. Но все-таки еще раз говорю, будьте аккуратны с импульсивными решениями. Да, все-таки. Но зато год прекрасный для флирта, что касается здоровья, особенно для женщин. 11 будет давать возможность женщине становиться очень красивой. Поэтому если вы задумали процедуру омоложения, похудения, перейти на здоровый образ жизни, поменять свой имидж, вот 2018 год для девочек самый лучший. Потому что красота, молодость, любые маски, процедуры, это все будет в двойном эффекте. Активизация будет очень сильная. Поэтому все, что планировали, делайте. А не планировали, обязательно запланируйте, потому что чудеса с вашей внешностью будут случаться. А для мужчин, как раз, если мы говорим про здоровье, хорошо заниматься прям очень активными видами спорта. Да, то есть бег, бокс. Бокс. Вот, кстати, бокс очень правильно, потому что 11 для мужчин, если мы эту всю энергию будем выводить в красоту, у мужчин некая импульсивность, агрессивность будет. Поэтому спорт должен быть очень активным, чтобы прям выплеснуть всю свою энергию. Честно, если хотите заняться спортом, мужчины, ой, боксом, пожалуйста, занимайтесь, будет очень актуально. Очень интересен год на духовное развитие, потому что 11 — цифра очень высокой вибрации, а двойка — она про очень сильную чувственность и тоже интуицию. Если вы действительно хотели философией заняться, духовного учителя найти, какие-то практики попробовать, медитация, соединиться с природой, ну, действительно как-то духовностью заняться, каким-то таким внутренним, этот год очень будет интересен, потому что ещё он 2018, а восьмёрка — цифра философов, и такой настоящих вот чувствующих людей. Поэтому прекрасно будет, найдёте какую-то свою нишу, какое-то своё вот такое увлечение, будет очень хорошо вас развивать. Поэтому в финансовом плане стартуем, не боимся, зарабатываем. Очень смело, очень смело и амбициозно нужно быть. Но опять же, если даже вы работаете в коллективе, потому что есть двойка, у вас будут всё равно навыки дипломатии, у вас всё равно будет год, будет помогать между собой договориться. То есть конфликтность будет уходить. И возможность полюбовно договориться будет всегда. Год будет помогать, потому что 11 ещё считается цифра миротворца. И двойка цифр миротворца. Поговорить про нашу страну, про Россию я уже имею в виду буквально несколько слов. Про Россию она будет точно так же. Что будет происходить? Ну, возможно, да? Про то, что сможет полюбовно договориться, сможет очень многие конфликтные ситуации порешать. Но в нашу же пользу. В нашу же пользу. Самое главное, не воевать уж слишком, да, там, военные действия никакие. К сожалению, у нас, конечно, мужчины бывают слишком импульсивны. Но всё-таки, слава богу, у нас есть двойка, а двойка будет эмоции немножко помогать разгружать. Поэтому я думаю, что Россия сможет порешать очень многие вопросы. Я надеюсь, что даже вопросы с Олимпиадой, там, да, и политические, они все смогут разрешиться в нашу пользу. Потому что мы с восьмёркой, как 2018-й, мы с восьмёркой дружим. Наша Россия любит. Восемь ещё очень природная, ресурсная такая цифра. Танечка, спасибо тебе большое. И любовь нас победит. Ура! Вот это замечательные слова. Спасибо тебе большое за то, что ты сегодня пришла, за то, что ты нам рассказала, и вообще за твою очень важную работу. За то, что ты помогаешь действительно людям обрести настоящее счастье, радость и уверенность в себе. Татьяна Голикова, друзья, Таня есть и в Инстаграм, и сайт лично есть, да? Да. Так что ищите, узнавайте, обращайтесь, потому что действительно это того стоит. Татьяна, мы тебе всегда рады, очень любим. Спасибо. Спасибо огромное. Психолог, номеролог Татьяна Голикова. Всех наступающим. Всех наступающим. И спасибо, что смотрите и слушаете Страну ФМ. До новых встреч.